Стрелки часов судного дня, которые отсчитывают условное время до возможного апокалипсиса, переведены на 20 секунд вперед. Теперь часы показывают 23 часа 58 минут и 20 секунд. Об этом говорится в американском журнале «Бюллетень ядерных исследований Чикагского университета». Ну то есть до апокалипсиса 100 секунд. Наши студии Владимир Козин, журналист, обозреватель издания «Национальная оборона», автор многочисленных трудов о ядерном оружии. Я приглашаю вас в кресло главного героя. Пока идете, ответьте на вопрос, почему именно сейчас стрелки перевели и 100 секунд остается. Очень много причин. Главное? Главное, повысились возможности применения ядерного оружия у Соединенных Штатов Америки. 14 оснований. У Обамы было 6. Об этом вы и пишете, да, давайте посмотрим. Но это не последняя причина. США сделали полный разворот в пользу применения маломощных ядерных зарядов без ограничений по всему земному шару. От 5 килотонн и ниже. Также американская сторона до сих пор не вывела на свою континентальную территорию тактические ядерные боезаряды, которые находятся в 4 государствах Европы. Бельгия, Нидерланды, Италия и Германия. И на азиатской части Турции. Они остаются там с начала 50-х годов прошлого столетия и могут быть использованы. Итак, Владимир, вы, как всегда, пришли к нам с более детальной информацией. Я приглашаю вас к плазме. Вы сделали карту размещений, размещений вооружений США. У вас есть ручка? Объясняйте. Смотрите, эти прямоугольники красные – это реальное тактическое оружие Соединенных Штатов Америки. Странно могу назвать, времени нет. Самолётики – это F-35. Это новый носитель тактического ядерного оружия, в том числе бомбы 61-12. Это новые ракеты, которые входили бы в договор по ракетам средней и меньшей дальности, если бы он существовал. Но его нет. А вот F-35, Владимир, вы пишете, что F-35 двойного назначения. Что имеете в виду? Что еще раз? Вы пишете, что F-35, вот вы их указали, они двойного назначения. Нет, наоборот, двойного назначения. Я и говорю, двойного назначения. Что это значит? А, извините, двойного – это то, что он может нести обычное оружие, не ядерное, и ядерное в том числе. В том числе. Но самое опасное, я хочу обратить особое внимание, что все государства, натовские, которые заявили о готовности приобрести его, они почему-то приобретают F-35 Альфа, А. Это явный носитель ядерного оружия. Они не берут F-35C, потому что это авианосного базирования, и не берут B, потому что он пойдет в корпус морковой пехоты. И на какую мысль это вас наталкивает? Наталкивает, что это средства передового базирования, собираются в большой кулак, где конгломерат всех видов вооружения. Владимир, вот меня интересует, особенно вы отметили здесь Польшу, вот это что, это F-35? Нет. Или что у него? Это показана операционная база системы противоракетной обороны, стендарт-миссайл третьего поколения, 24 штуки. Но, помимо того, что сюда можно загружать, как говорят, оборонительное оружие, то даже в эту пусковую установку можно загружать крылатую ракету наземного базирования, и даже гиперзвуковое оружие. То есть поляки к этому готовятся? Готово. Румыны уже сделали. Вот здесь немножко за знаком спрятано. Это уже введено в действие. Но американцы все это дело еще и обкатывают. 36 тысяч американских военнослужащих высадятся на территории европейских стран в рамках самых масштабных за последние 25 лет учений НАТО у российских границ. Мероприятия под названием «Защитник Европы-2020» пройдут на территории Польши, Германии, Латвии, Литвы и Грузии. Согласно сценарию маневров, в 2028 году в Европе вспыхнет военный конфликт с цитата «неназванным, но близким» по силам НАТО противникам. Американские военные и их коллеги из европейских стран будут отрабатывать у границ России методы войны будущего. Для этого они попробуют реализовать экспериментальную стратегию, а также применят новейшую военную технику. Основным местом маневров станет Польша. Владимир, у меня в этом связи вопрос. Что за экспериментальная стратегия и почему именно в Польше? Ну, потому что Польша это, извините, пудель Вашингтона. Фарпот, мне тоже больше нравится. Поддакивает везде и всюду. И имеет до сих пор махровейшие антироссийские чувства. А что за экспериментальная стратегия? А стратегия это вызвать недовольство на нашей территории, отработать операции по захвату, в том числе Калининградской области. И вот на этих учениях, которые было сказано Николаем, там конкретно ставится задача отработать мероприятия. Зачем им с нами здесь мериться, соревноваться? Мы же войной не идем никуда. Коллеги, коллеги, простите, пожалуйста. Зачем? По-конкретней. Во-первых, американцы до сих пор не смогли обеспечить по материаловедению возможность создания корпуса, который действует в полете выше 2000 градусов Цельсия. Они не могут обеспечить большую дальность и не могут обеспечить ту скорость, которую Российская Федерация обеспечила своему авангарду и другим гиперсистемам. Говорят только на 5 и 10. Нет, сейчас на данные. Это очень важная информация. И нам ни в коем случае нельзя сдавать заранее свои гиперзвуки. То, что сказал мой коллега Евселиванов в договоре, там нет фразы гиперзвуковые, планирующие боевые блоки. Все, все, труба. Так же, как Трамп сказал, я не буду обсуждать проблему ПРО с Россией никогда в жизни, а только со своими национальными союзниками, Россия должна сказать четко на всех консультациях, никогда обсуждать эту тему не будем. Коротко вечно, да. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА